На днях мы побывали во Всероссийском научно-исследовательском институте пресноводного рыбного хозяйства, где совсем недавно произошли серьезные организационные перемены. Все рыбохозяйственные НИИ страны стали филиалами в НИРО, Института рыбного хозяйства и океанографии, в том числе и Дмитровский в Нипрах. В прошлом году было принято решение объединить все научно-исследовательские институты под ведомством Росрыболовства в один-единный институт для хорошего координации, для того, чтобы была сплаченная работа на самом деле. И вот начиная с января этого года, теперь мы не отдельный институт, мы являемся теперь филиалом в НИРО. То есть такая реорганизация, она в принципе позволяет решать такие задачи, которые до этого были непосильны. То есть, конечно, с одной стороны, это определенное усложнение для, например, администрации института, потому что тут нужно будет согласовывать больше бумаг, то есть больше согласований, больше утверждений нужно. То есть это определенная, скажем так, дополнительная работа. Ну, как бы тут не страшно. И ресурсы увеличились? Ну, возможно, да. А с второй стороны, значит, получается, это другие возможности для наших ученых. То есть есть достаточно большие, крупные, например, проекты, которые, в принципе, ни одному филиалу или ни одному институту до этого были бы не по силам. Росрыболовством разработан план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации федеральных государственных бюджетных научных учреждений. И данная реорганизация, как считают ее организаторы, позволит сконцентрировать научные силы и средства для проведения базовых и перспективных исследований в области рыболовства и аквакультуры, а также повысить эффективность расходования бюджетных средств отраслевой наукой за счет объединения ее материально-технической базы. У каждой там есть свои уникальные специалисты, у каждой есть свои уникальные лаборатории. То есть объединив вот эти вот усилия, мы можем, в принципе, решать достаточно такие глобальные проблемы, которые, в принципе, до этого были не по силам именно отдельно взятым институтом. А какие вот проекты, как вы видите, сейчас можно замахнуться? Ну, тут есть разные проекты, на самом деле. Тут есть и по лососевым проектам, есть, значит, проекты по охране здоровья, есть корма и кормление. То есть, в принципе, если каждый там институт раньше сварил в собственном соку, то теперь, в принципе, мы можем использовать оборудование одного института, например, для возможности, для расширения возможностей других институтов. То же самое там, например, по осетровым, по гибридизации, да, то есть мы можем теперь четко скоординировать работу там разных филиалов, то есть получать одни, например, даже гибриды или разные гибриды в разных условиях, там, начиная от Камчатки, заканчивая в Астрахани. И вот эти вот результаты, которые мы получим, даже вот один и тот же самый гибрид в разных климатических зонах или в разных условиях может давать разные результаты. Это позволит, например, подобрать оптимальные там формы для определенных климатических там зон или каких-то индустриальных условий. То есть вот масштаб всей страны охвачен полностью. По словам руководителя в НИПРХ Алексея Мышкина, основной целью деятельности его института по-прежнему остается разработка научного обеспечения пресноводной аквакультуры. И прежде всего это касается карповых и осетровых рыб. Также в НИПРХ будет продолжать исследование в области введения в аквакуультуру новых объектов их теопатологии, генетики и селекции, кормления, гидробиологии, криобиологии, водной токсикологии. Что касается молодых ученых, какие планы, может, программы есть привлечения молодых ученых и поддержка тех, кто уже у вас работает? Ну, по молодым ученым у нас есть разные программы. То есть есть для развития, значит, непосредственно самих молодых ученых периодически там возникают различные конференции, семинары, где они могут самореализовываться. В то же время, в принципе, у них есть очень бесспективный рост. То есть если люди заканчивают аспирантуру, защищаются, получают кандидатские минимумы сдают или докторские минимумы, то, соответственно, они начинают входить в президентскую программу. То есть вот так вот у нас в прошлом году один из молодых ученых, например, защитил кандидатскую, и с этого года он будет получать президентскую программу. То есть именно перспектива получить заработную плату, значительный рост, он как бы у них есть. Поэтому это, в принципе, стимулирует, с одной стороны, финансирование. То есть финансовый вопрос, естественно, развития молодых ученых, и в то же время, в принципе, с точки зрения научного потенциала, потому что у них есть все возможности. То есть у них сейчас есть достаточно новое оборудование, у них есть хорошие наставники, у нас производственная база хорошая. То есть, в принципе, для самореализации даны все условия. Завершить мероприятие по реорганизации системы научно-исследовательских институтов Федеральное агентство Росруболовства намерено до 1 октября 2019 года. Сейчас идет процесс передачи имущества его регистрации. Оперативная работа будет оставлена в руках филиалов, в том числе во Всероссийском научно-исследовательском институте пресноводного рыбного хозяйства, который располагается в Рыбном. Но согласование всех графиков, проведение закупочных процедур, прежде всего повышение их эффективности, будет осуществляться головным институтом в НИРО в Москве. О первых плюсах и минусах подобной масштабной реорганизации системы отраслевых НИИ можно будет говорить по итогам работы Единого научно-исследовательского центра в 2019 году.